Рынок иностранной рабочей силы на просторах СНГ складывался стихийно. На сегодня гастарбайтеры едут на работу только в две республики – Россию и Казахстан. Граждане остальных стран предпочитают покинуть родину в поисках лучшей доли. Для многих это единственный выход. В России представители депрессивных регионов тоже довольно организованно передвигаются туда, где есть работа. Но поскольку это наши граждане, то и вопросы их пребывания на новом месте решаются проще. Что касается иностранцев, то их пребывание и работа в России регулируются миграционным законодательством. Это два специальных закона – 109-й ФЗ о миграционном учете и 114-й ФЗ о порядке выезда и въезда. А также длинный перечень статей в различных кодексах и законах и постановления правительства. Кроме того, есть еще несколько международных соглашений, которые никак не упрощают этот и без того непростой раздел права. Соответственно, вопрос находится в компетенции сразу нескольких государственных структур. В сфере внимания прокурорских работников находится целый комплекс проблем, связанных с пребыванием иностранцев и лиц безгражданства на поднадзорной территории, их регистрации и трудоустройства, а также деятельность органов Федеральной миграционной службы, МВД и Министерства юстиции. Целью работы прокуроров является защита интересов общества, государства и граждан, в том числе самих мигрантов, путем выявления и пресечения нарушений закона. Только за прошлый год при осуществлении своих полномочий прокуроры Уральского федерального округа вскрыли около тысячи нарушений Федерального миграционного законодательства. Внесено 121 представление, 131 должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. 88 юридических лиц и их руководителей подвергнуты административным наказанием. По материалам проверок прокуратуры возбуждено 7 уголовных дел, всего возбужденных дел 315. 180 обвиняемых уже осуждены. Как нетрудно догадаться, лидер по нарушениям – это бизнес. Частные фирмы, привлекающие к работе мигрантов. В вопросах бюрократии бизнес часто неаккуратен от этого нарушения. Они связаны прежде всего с отсутствием разрешения на право привлечения к работе трудовых мигрантов, неуведомлением налоговых органов и подразделений ФМС о фактах прибытия и убытия иностранцев. Нередко работодатели грубо нарушают трудовые права самих работников, используя их правовую несведомленность. Распространены факты проживания, принятых на работу иностранных граждан на строительных объектах, подсобных и иных в нежилых помещениях, не отвечающих санитарным правилам и требованиям безопасности. Следующие по популярности – вопросы проживания и натурализации. Здесь закон нарушают как сами мигранты, которые довольно часто не имеют права работать в России и нарушают порядок пребывания в стране, так и граждане России, которые всячески помогают мигрантам нарушить или обойти закон. Как правило, не бескорыстно. Далее – органы государственной власти. Там нарушения уже другие. В качестве примера можно привести факт неправомерного 20-процентного сокращения квоты на привлечение иностранных работников в текущем году руководством областной мироведомственной комиссии по вопросам привлечения и использования иностранных работников. Помимо внесения представления губернатору Свердловской области, данный факт послужил основанием для возбуждения следственными органами уголовного дела о превышении должностных полномочий. Больше всех с мигрантами работает Федеральная миграционная служба, поэтому она же держит пальму первенства по нарушениям миграционного законодательства среди государственных структур. Как правило, это порядок пребывания и учета. Иногда подобные действия явно намеренные. Сотрудники Верхесецкого отдела ФМС города Екатеринбурга незаконно поставили на миграционный учет в одном из частных домов около 600 иностранцев. При этом собственники жилого дома согласия на регистрацию не давали и не были даже об этом проинформированы. Не менее часто нарушается, как ни странно, кодекс об административных правонарушениях, когда определяется мера ответственности мигранта за правонарушение. Серьезные нарушения вскрыты при проверке работы органов МВД, в том числе и классика жанра – сокрытие преступлений. В прошлом году прокуроры отменили 187 необоснованных постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел, в том числе о подделке миграционных карт. С начала текущего года отменено 61 незаконное постановление. А в Курганской области привлечены к дисциплинарной ответственности сразу четыре участковых инспектора одного из отделений, которые вообще не вели учет иностранцев. Что особенно интересно, учитывая, что Курганская область – это граница, как и весь юг Уральского федерального округа. В соответствии с поручением заместителя генерального прокурора Российской Федерации Юрия Пономарева, вопросы надзора за исполнением миграционного законодательства находятся на постоянном контроле управления Генеральной прокуратуры УРФО и всех прокуроров субъектов Федерации. Эта работа будет продолжена и приняты дополнительные меры к ее активизации.